Приветствую всех любителей спорта! В эфире телеканала Беларусь 3, передача старта и финиши. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Ледовое сражение в разгаре. Полуфинальная серия хоккейного чемпионата страны из Солигорска переехала в Гомель. В женском баскетбольном чемпионате страны стартовала серия плей-офф. В областном центре соревновались лучшие борцы на руках со всей Беларуси. Хоккейный клуб «Гомель» и «Солигорский шахтер» продолжают выяснять отношения на ледовой арене. Только одна из двух команд может попасть в финал национального чемпионата. Гомельчане дали значительную фору соперникам, проиграв два первых выездных матча. Но дома у болельщиков в Рысе появилась надежда. В первом матче хозяевам льда удалось выиграть со счетом 2-0. Счет в серии 2-1 должен был приободрить гомельчан перед второй домашней игрой. Победа «Гомеля» в первом домашнем матче по большому счету была ожидаемой. После неудачной выездной серии на родном льду хотелось показать максимум возможного и выложиться по полной. Да и поддержка трибун гнала вперед. А вот сил на вторую игру оставалось меньше, хотя болельщицкая поддержка была выше всяких похвал. На трибунах не осталось практически ни одного пустого места. Накал эмоций был одинаково сильным и у игроков, и у тех, кто наблюдал за одним из самых важных сражений сезона. Но несмотря на общее желание, счет в матче открыли все же гости. На девятой минуте Роман Достанко нашел нужный угол за спиной у Игоря Брикуна, попавшего в кучу малу. У гомельского голкипера не было даже шанса развернуться в сторону летящей шайбы. Очень много сил отдали в первой игре. Очень большая нагрузка была на оборону, нехватка состава, немножко защитников. И это сказалось, конечно, на физическом состоянии хоккеистов. И все же Рыси взяли себя в руки очень быстро. Полминуты и чуть-чуть удачи понадобилось Артему Волкову, чтобы изловчиться и сравнять счет. Дальше сюжет игры подкидывал Рысям шансы один за одним. Сарегорск пару раз оставался в меньшинстве, а однажды вообще предоставил Рысям возможность полторы минуты играть в пятером против троих. Но легкими путями гомельчане решили не идти и подарком не воспользовались. Евгений Соломонов свое веское слово сказал в равных составах за три минуты до сирены. И тут уже шахтер взял на себя роль догоняющего. И, надо сказать, отнесся к ней со всей ответственностью. Чувствовать себя лидерами гомельчане могли лишь до 13-й минуты второго периода. Вторая шайба от гостей пролетела в сантиметре от краги Брикуна. Ощущение того, что все придется начинать сначала, несколько поумерило пыл гомельчан. И успокоило шахтер. Наверное, поэтому таким неожиданным и получился гол в раздевалку от Никиты Крыскина. За 25 секунд до перерыва он вывел свою команду вперед. Вот только на счете 3-2 солигорчане не хотели останавливаться, впрочем, как и Гомель, терять преимущество. Но Рыси упорно не реализовали большинство, которое шахтер дарил почти каждые две минуты. Чем ближе было к финальной сирене, тем оптимистичнее вели себя трибуны. Две минуты 53 секунды до конца основного времени показывало табло, когда в ворота Брикуна залетела третья шайба. Увертайм стал неизбежностью. Дополнительная 20-минутка игралась не просто до первой забитой шайбы, а скорее до первой допущенной ошибки. И автором последней на девятой минуте стал Игорь Карабанов, удаленный за подножку. Тогда гомельчане решили, что реализовать большинство – дело чести. Автором победного гола стал Игорь Ревенко, сравняв счет в полуфинальной серии. «Хороший матч получился. Я бы сказал, зеркальное отображение второго матча в Солигорске, когда соперник владел инициативой на протяжении всего матча. Но победили мы. Сегодня было все с точностью наоборот. Инициатива принадлежала нам. Победил соперник. Как бы две равные команды. Правильно играющие тактически. Здесь решают все нюансы, все нюансы решают, все мелочи. Удаление привело. Гол. Готовимся дальше. Серия переезжает к нам». «Серия переезжает. И начинаемся с нуля. Спасибо, конечно, хоккеистам за терпение. Ну и огромное спасибо болельщикам. Очень приятно в эту атмосферу было играть». Вот только на гостевой арене такой бурной поддержки гомельских болельщиков уже не будет. Следующий матч серии пройдет в Солигорске 18 марта. А в воскресенье противостояние снова переедет в Гомель. Сразу две победы записали в свой актив баскетболисты команды Гацор в мужском чемпионате страны. На своем паркете гомельчане дважды обыграли столичный БГЭУ. До этого Гацор одержал только одну викторию. В декабре был обыгран все тот же БГЭУ. В женском чемпионате уже настала пора плей-офф. Известны все полуфинальные пары. Гомельский СОЖ в группе «Б» занял первое место. И в сопернике гомельчанкам в четвертьфинале досталась команда Республиканского училища Олимпийского резерва, замкнувшая группу «А». В регулярном чемпионате команды встречались дважды и в очных поединках паритет. При этом ко времени нокаут-раунда СОЖ лишился нескольких баскетболисток. Из опытных бойцов в обойме остались только Екатерина Чарикова, Елена Гореликова и Марина Рябинчук. У нас четыре человека покинули команду. Ну, тяжело. Мы же любители, не профессионалы. У нас, видите, с 2000 года полкоманды. А те девчонки три, которые делают нам результат, люди работают. Вот даже на игру и то люди за полчаса до игры прибегают с работы, чтобы поиграть и снова бежать на работу. Даже в субботу. Поэтому что-то от них требовать тяжело. Ситуация не веселая, правда, и в других регионах страны немногим лучше. На четвертьфинальной стадии команды проводят серии до двух побед. Первый матч противостояния СОЖ-РГОР состоялся в Минске. Гомельчанки на равных соперникам провели первую и четвертую четверти. В середине игры хозяйки и смогли создать очковое преимущество, определившее исход встречи. 82-63 в пользу РГОРа. Второй матч гомельчанки уже проводили на своей площадке. Борьбы тоже особо и не получилось. Минчанки были наголову сильнее, что и доказал окончательный счет игры. 89-57 в пользу приезжих баскетболисток. Правда, тренерский штаб гомельской команды большой трагедии в поражении команды не видит. Нынешний сезон провальным уж точно не стал. А выше головы, как говорится, не прыгнешь. У нас побед в этом сезоне, у нас 17 побед, по-моему, или 16. То есть мы только за два года последних не набирали побед. То есть, в принципе, как сезон мы провели успешно, уже успешно провели. У нас достаточно много побед, пока были силы, свежесть, мы увидели, цеплялись со всеми. То есть нормально боролись. А сейчас, естественно, конец сезона уже, а витаминоз, как говорится, тяжеловато бороться. Нет физики. Потому что в следующем году загадывать сложно, еще в этот год доиграть. Но будем бороться за 5-8 место, еще будем бороться даже с теми, кто остался, и дети, и опытные эти игроки. Я думаю, что мы еще не сдаемся. Восьмое мы точно не хотим становиться. Первым соперником гомельчанок в утешительном турнире станет баскетбольный клуб Полоцк. Серия продлится до трех побед одной из команд. Первые игры пройдут 19 и 20 марта в Гомеле. В полуфинал, кроме РГУР, ожидаемо вышли Гродненская Олимпия и столичные ЦМОКИ и Горизонт. Хоть раз в жизни, в детстве на руках боролся, наверное, каждый. Это самый простой и быстрый способ выявить, кто сильнее. Между тем, армрестлинг или борьба на руках – серьезный вид спорта. Проводятся чемпионаты мира и Европы. Самые сильные борцы на руках Беларуси собрались в Гомеле. В областном центре прошел чемпионат страны. Сражения в армрестлинге чаще всего длятся мгновения. Этого вполне хватает, чтобы выявить сильнейшего. Однако силы и эмоции в эти секунды каждый из атлетов затрачивает неимоверное количество. Иногда даже специальный стол, на котором и идут баталии, в пылу борьбы начинает отрываться от земли. И тут даже судьям, парням крепкого телосложения, тяжело его удержать. Чемпионат Беларуси – турнир высокого уровня. Среди участников – мастера спорта международного класса, призеры и победители чемпионатов Европы и мира. Спортсмены борются на правой и левой руках. Победитель определяется в сумме двоеборья. Менчанин Валентин Бобрович – мастер спорта международного класса. Несколько лет он пропускал чемпионат страны, но в этом году вернулся и победил. Ему не было равных ни в борьбе на левой руке, ни на правой. На чемпионате республики уже пару лет не выступал, поэтому рад вернуться в хорошей форме. Конкуренция не испадает, на хорошем уровне соревнования проходит. Организация, опять же, очень достойная, шикарный зал, судейство профессиональное. Победа Бобровича не помогла менчанам подняться на первую строчку в общем зачете. Они стали вторыми, победили гомельчаням. На третьем месте – Брест. Из представителей нашего региона абсолютными победителями в своих весовых категориях стали гомельчанки Татьяна Калюк и Валерия Цыкунова, а также мазырянин Дмитрий Бесан. Кстати, победители чемпионата Беларуси смогут отправиться в том году на чемпионат Европы, который пройдет в мае в Бухаресте. Чемпионат Республики Беларусь у нас является отборочным к чемпионату мира и Европы. Мы отбираем в начале года. Поедет кто, даже могу сказать, и не поедет, но мы отбор делаем, потому что без спорта, вы знаете, у нас не олимпийские, мы не финансируемся, к сожалению, с бюджета министерства спорта. Кто-то найдет деньги на предприятие, по месту учебы или спонсоров, или лично за свои ездят многие. Отметим, что с международных стартов белорусские борцы на руках без медалей не возвращаются. На татами из душор Гомельского района в деревне Березки прошли поединки международного турнира по самбо. Соревновались спортсмены 2003-2004 годов рождения из Беларуси, Украины и России. Турнир прошел при поддержке предприятия «Гомель-обои». За награды турнира приехали бороться 12 команд, в основном из Гомельской области. Украину представляли спортсмены из Чернигова, Россию из Новозыпкова. Правда, гостей звезд с неба не хватали. Награду увезли домой только россияне. Бронза завоевана в категории до 42 килограммов. Всего же весовых категорий было семь. В самой легкой до 35 килограммов первенствовал гомельчанин Илья Мисаченко. В четырех боях он одержал четыре победы. Самой сложной выдалась схватка за попадание в финал. Атаковал нормально, проигрывал, все равно было, и потом в конце выиграл. Антон Шимбалев занимается дзюдо. И до этого в турнирах самбистов никогда не выступал. Дебют получился удачным. Первое место в категории до 49 килограммов. Правда, в финале было нелегко. Первый раз только участвую в самбо. Борьба удалась. Я доволен. В весовой категории до 38 килограммов победу одержал Артур Альтерманов. Среди спортсменов весом до 41 килограмма лучшим стал Никита Богомолов. В категории до 45 килограммов Кирилл Коваленко. Богдан Феник первенствовал в категории до 53 килограммов, а Егор Кожемякин до 62. Самбо-дисциплина не олимпийская, и соревнования проводят немного. И потому на предприятии Гомель-Обой приняли решение поддержать именно этот вид спорта. Дети – это наше будущее. Они должны быть сильными. Они должны быть самодостаточными в этой жизни. Борьба как раз формирует из ребят серьезных мужчин и дает им право рассчитывать в жизни на самые высокие цели и достижения. Следующий подобный турнир по самбо может состояться уже в ближайшей осени. Правда, организаторы планируют расширить географию и увеличить количество участников. В Гомеле продолжаются дни детской легкой атлетики. О старте мероприятия мы уже рассказывали. Тогда соревновались ученики четвертых классов школ Новобелецкого района. Теперь настала очередь железнодорожного. Напомню, что мероприятие проходит под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Железнодорожный район крупный, а потому школы разделили на две группы. В этот раз на старт вышли пять команд. В каждой по 10 человек видов программы также 10. Это прыжки, бег, различные виды метаний. Чтобы избежать травм, упражнения подобраны исходя из возраста и подготовки детей. Кроме того, тренеры прошли специальную подготовку по программе детской легкоатлетики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Мы создаем все условия с тем, чтобы для них было удобно выступать. Приобретен, как вы видите, специальный спортивный инвентарь для детской легкой атлетики. По задумке организаторов, в соревнованиях примут участие школьники со всех районов Гомель, а также некоторых регионов области. Лучшие поборются в финале, который запланирован на май. Однако определить победителя не самое главное. Одна из задач – выявление талантливых детей, из которых впоследствии могут вырасти звезды белорусской легкой атлетики. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.